дорогие друзья всем привет у нас тут выбор недели на канале произошел на самом деле коэффициенты одинаковые в двух боях которые выбрали но просмотры нам на ролике не одинаковые поэтому всегда проявляйте активность всегда пишите что вы считаете нужным но самое главное пишите сравнение комментариях по тому или иному бою меня зовут арсений с миром ром привет да друзья я рад всех приветствовать собственно сейчас мы поговорим про вот этот поединочек голосованием там с другим поединком равное количество набрал ну я напоминаю каждую неделю заходите голосуйте выбирайте какой бой вы хотите чтобы мы разобрали а желательно выбирайте четче чтобы никакого там равенства не было никаких там 37 37 вот ну и конечно же я напоминаю что все остальные поединки уже разобраны в бойцовском клубе все бои в том числе финал этапа про все рассказал ради вас став посмотрел чуть не блеванул ну что не сделаешь для подписчиков наших до замечательных и конечно же там разборы на этой неделе дорога в юси там турнирчик из ну там два турнира по пять боев все разобрана бойцовском клубе пфл разобран весь бойцовском клубе и каждую неделю там разбирается контендер серии без исключений поэтому welcome и вконтакте и в телеграме и на бусте и конечно же всегда напоминаем да что на бусте присутствует наша постоянная рубрика ставка недели по поводу всех остальных ставок да на все остальные турнирчики тоже можете нам написать у нас есть закрытый телеграм-канал go to the moon ну и в принципе можете по любым ставочным вопросам да мы что-нибудь всегда придумаем ну а сейчас поговорим про бой нашего русского богатыря живущего в америке которому по его словам все никак не дается это гребанная борьба да что ж такое то да ну в этом бою вряд ли его будут бороть ну всякое может быть да вот это мы сейчас и обсудим да на самом деле вот я в нескольких поединках точнее разборов на поединках на поединке проговаривал такие вещи что вот бойцы пару говорят типа блин не дается борьба там не получается не идет и говорят такие бойцы ну парадоксально хорошие по навыкам и с бойцы у которых близкие люди либо тренера по борьбе либо сами прекрасные борцы ты такой думаешь а почему так вот просто ну те кто понимает о ком я говорю да осенили томпсоне у него лучший друг один из лучших друзей где они познакомились в гриндере да крис вайдман но я думаю ни у кого нет сомнений что крис вайдман прекрасно борется зал в котором тренируется вайдман и где проходил частичную подготовку на стивен томпсон это лонга блин и вайдман надо все он и сера и тоже нет сомнений что там хорошо готовит грэплинг да там стерлинг и мира потом люди подготовлены там есть еще кадры но у стивена все плохо борьбой да и как бы она ну то есть он как бы не дать не давал себя собнуть вот шавхат пробил его так сказать целочку да тем не менее мы берем борщова да с такой же проблемы которые тренируются в борцовском зале дима альфа мэйл с огромным количеством хороших борцов хороших тренеров по борьбе да и потом оказалось у стивена томсона либо совсем не бывает тренировок борьбе либо там одна и тренировка в неделю он это объяснял тем что у него типа достаточно большие количество травм а когда он борется отрабатывать борьбу они обостряются поэтому он решил вообще типа не бороться и вот я не удивлю если на самом деле что-то похожее происходит с борщовым да потому что ну да у него есть некоторые навыки они неплохие то есть он может там спастись может вернуть гард иногда может выйти в положительную такую для себя позицию но вообще же не встает но просто вот на него ложатся да он там может сайт контроля в гард вернуться но все потом уже дальше не идет никуда не развивается событие его либо забивают там но последнем бою то есть помимо этого всего еще играет роль большая накопленная значит урон большой накопленный до который он там получал в некоторых боях до юси и во время юси таким уже конкретным где ему вообще это было и до юси на самом деле да где его прям конкретно встряхивали и он там на соплях либо проигрывали пойду либо там его несколько встретили нас я помню роман ну самая яркая это большой черный джентльмен кенли сент луису но чуть не убил во втором раунде там прям тяжелейший нокдаун был и очень близок был к финишу но там в конце раунду случилось борщов дожил и нокаутировал ответ в первом в первом раунде во втором борщов нокаутировал ответ ну типа это очень было тяжело с дунканом был момент где ему встряхнули голову с дакоты буша был момент где ему встряхнули голову марк диакиси макдэвис это просто без комментариев на дима садыхова он был очень намного скиловие и потом один момент и он просто умирает ужасно это жалко это плохо вот мне кажется таким бойцам которых прям вот тело разваливается надо наверное все таки больше в тренерскую деятельность потому что навыки шикарные а тело ну и меня извините просто кричка и все и режим отдыхаем и как бы ну там ладно на зимс отдыха фуда на кутер а что по последнему бою ну да чейс хупер это верткий крутой грэпплер но он же его чуть не вырубил вообще жесть а чейс хупер давайте откровенно скажем да он неудобный боец до борщова ну давайте подумаем зачем учиться хупер отдавали борщову не чтоб честь хупер выиграл согласитесь и зачем дают сейчас вон топа но не чтобы он топ выиграл потому что ну это как бы такой подарок знаешь борщову типа вот возьми полотенце до которой ты просил да а по факту может получиться как обычно потому что ну были бойцы которые могут ударить да у него был малик дьюис вон топа да и он его передышал и работал ну он топ достаточно низкого уровня боятся сколько я представляю его себе он сам в борьбе не блещет в ударке ну ударить может но ударки он намного хуже как бы здесь борщов конечно же фаворит но когда тебя потрясает честь хупер но мы можем о чем-то вообще говорить здесь вот ты берешь такой смотришь так борщов 1 и 3 прошлом бою был в нокдауне с чейсом хупером учиться хупер до этого ни одного нокдауна учиться хупера вот что вы понимали просто у него даже нокауты когда он в маунте сидят сидит они такие долгие то есть ему прям надо конкретно прям выложиться чтобы забить человека конкретно это бывает что у него не получалось забить тоже борщова сколько он забивал бедного это вообще трэш ну и что мы умеем забирать борщова или нет ну как бы это вопрос большой но борщов на самом деле конечно после пробития жесточайшего подряд двух двух наверное выйдет злым пытающимся там реабилитироваться пытающимся как бы показать что его не надо увольнять все правильно давайте мне говно я буду выносить но кто знает да всякое же бывает от роман здесь стоит конечно отметить не некоторые моменты он топ ударить может и мы это даже видели в дебюте и все которые он проиграл я напоминаю что он падили жестко тряханул перед тем как его перевели там у падили довольно зрели что как капа вылетела изо рта но он сразу бросился в ноги перевел забрал спинку да ну youtube видимо расслабился он думал что сейчас сделает плохо сопернику да это это первый момент дать по ударить он может а возьму а для борщова это уже может хватить из того что мы видели и второй момент да и все если просматривать поединке он чемпион там перуанского промоушена fusion fight если мы посмотрим эти бои а я посмотрел много его боев то он очень часто в них боролся и тут еще тоже возникает вопрос а вдруг как бы он ну нокаутировать может ну может а вдруг борьбу пойдет и вот вроде неплохо вот верно заметил ночь хорошо защищается крутится там вертится но он блин не встает вот вот как бы в чем проблема и некоторые ребята доктор его залеживали это изначально были ну это ударники были но они у все равно залеживали поэтому тут тут тоже есть такой моментик если юнтоп вспомнит да как он даду юси дрался у него вполне могут быть варики ну теоретически конечно если бой пройдет стоечки да если борщова не будут переводить ну по идее конечно он значительно лучше соперника ударной техники в передвижениях в понимании вообще того что происходит на ногах в стойке намного прям лучше просто на несколько уровней ну проблема лишь том что он чуть меньше соперника он старше соперника он более изношенный боец и и проблема в том что не очень маленьких входа вот это тоже такая очень серьезная проблемка поэтому на мой личный взгляд большого конечно по такому кэфу не интересен ну прям слишком мало реально дают на ну кстати вот сейчас если посмотреть растет на него потихонечку да на в пиноке уже к 1 и 5 подходит и я думаю если расти продолжит ну будет уже так что мы сможем снатором сказать что это по делу но пока как бы вроде и по делу но с очень серьезными оговорками да с такими что мы знаем что в любой момент там все может кончиться если учись хупер тебя отправляет в тяжелейший нокдаун юн топ это может сделать вполне может сделать и и кэф тогда посыпется хоть 1 и 3 хоть 1 и 5 поэтому будьте осторожны друзья если вы верите в нашего русского богатыря да ну я в том плане что вот он говорит что там с борьбой до трудности что как бы трудности здесь не только с борьбой здесь в каждом аспекте он может дать слабину вот ну а так конечно чисто если вот от кэфов отойти я конечно за борщова хочу поболеть то что ну он прям очень качественный ударник очень хороший прям когда у него идет бой это прям приятно смотреть прям замечательно классно я с удовольствием на это посмотрю юн топ к этому подходит большим прям ну к помимо того что техничным быстрее значительно и прямо здесь он может хорошее избиение устроить если у него не будет никаких проблем то с пропущенными ударами из борьбой ну вот такие мысли я поболею за борщова с точки зрения ставок я не выбираю борщову если будут меня заставляли знаешь под дулом ружья я бы выбрал юн топа здесь да ну так поболеем за вячеслава будем надеяться на то что ему будут давать ударников без удара борцов без удара без борьбы вообще никакого не было урона и чтобы он набил значит серию побед потому что парень вроде такой зрелищный интересный но свои приколы есть тоже камера этих в интервьюшках у них так что смотрим бой комментируем свое мнение комментируем свое мнение наше мнение и помним то ставка на эту неделю в бусте уже лежит ждет вас а сборно по фейл и все уже ждут вас контендер уже пошел до прошел разборчик был записан вот так что на следующий тоже будет а там и скоро от и все по моему да разборчик уже бойцовском клубе у меня извините так что вот так всем пока